У нас в студии заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по поликлинической сети Елена Зинатулина. Елена Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о ситуации с COVID-19 в Ленинском городском округе. Ситуация по COVID-19 за эту неделю очень сильно усложнилась. Мы отмечаем резкий прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией, резкое повышение количества обращений за оказанием медицинской помощи на дому. Если у нас за новогодние праздники всего было 109 случаев, за прошедшую неделю у нас уже 440 новых случаев зараженных COVID-19, это подтвержденных лабораторно с ПЦР положительным мазком. И, конечно, количество вызовов у нас увеличилось. Если у нас в день поступало где-то 1300-1400, то уже начиная с понедельника у нас более 3000 вызовов на дом. Заказ за получение медицинской помощи на дому. В связи с таким резким приростом по новой коронавирусной инфекции нам пришлось немножко изменить работу всей амбулаторно-поликлинической сети. Мы приняли решение, отменили полностью диспансеризацию отделения профилактики, закрыли, так как многих врачей вывели на обслуживание вызовов на дому. Выведены узкие специалисты. У нас тоже ограничили частично плановую медицинскую помощь именно по узкопрофильным специальностям, так как тоже эти врачи-специалисты выведены либо работы в кабинеты неотложной медицинской помощи, либо для оказания медицинской помощи. Людям, которые нуждаются на дому, оказания. Вызовов очень много. Ресурсов, конечно, нам недостаточно для того, чтобы перекрыть 3000 вызовов. Это очень большой объем для наших первичного звена здравоохранения. Врачи-узские специалисты, они у нас все имеют обучение специально по проведенной полученной сертификатой по COVID-19. Мы усилили работу в кабинетах неотложной медицинской помощи в отделении неотложной помощи взрослой поликлиники. У нас сейчас там работают три кабинета. Принимают всех без записи. И, конечно, мы очень просим наших граждан, жителей, чтобы все-таки с температуры до 38, все-таки обратиться в кабинет неотложной медицинской помощи, свыше 38 уже вызывать надо. Потому что на сегодняшний момент у нас в действительности, особенно и по городу, таких крупных подразделений, Бутово парк, Южная поликлиника, где колоссальное количество вызовов, где именно новостройки, идет задержка в обслуживании вызовов более 20 уже 4 часов. Но, к сожалению, просто из-за недостатков наших ресурсов врачей. Если у нас какая-то часть уже врачей на больничные листы ушли, мы думаем, что это все-таки идет распространение нового штамма омикрона. Пока нам говорить о тяжести заболевания, именно как омикрон отражается на пациентах. Но вот по предыдущей неделе медик отмечает все-таки, что омикрон в тяжелых случаях не так много. То есть по госпитализации у нас стационар не перегружен. Но все-таки они протекают пока более-менее в легкой степени тяжести, больше на амбулаторном этапе. Поэтому пока идет нагрузка именно на амбулаторное поликлиническое звено. Как-то можно отличить новый штамм предыдущего? Нет, симптомы практически одинаковые, потому что верификацию не проводится. Верификация проводится именно на омикрон только для граждан, которые прибыли из неблагополучных стран. Но по постановлению Роспотребнадзора у нас 14 стран неблагополучных по омикрону. Там ЮАР, Гонконг, Эфиопия, Танзания. Только лица, оттуда прибывшие, у них берется ПЦР-мазок и отправляется именно в специализированную лабораторию для верификации омикрона. Но учитывая, что такой резкий всплеск мы увидели, причем мы это заметили в выходные дни, то мы думаем все-таки по опыту, что это очень контагиозный вирус, быстро идет распространение, именно распространяется сейчас и этот штамп. Единственный вопрос по ревакцинации. Когда ее необходимо делать? Мы хотим, конечно, чтобы жители соблюдали меры безопасности и, естественно, прошли все ревакцинации. Ревакцинация повторная. Подлежат лица, которые перенесли ковид, и уже которых прошло 6 месяцев. И после предыдущей вакцинации, когда прошло 6 месяцев, нужно уже повторить ревакцинацию. Вакцины есть в достаточном количестве во всех пунктах вакцинации. Спутник Лайт, ИКВВАК у нас поступил. Поэтому пункты вакцинации все работают в штатном режиме. Очень просим прийти привиться, потому что по статистике в мае-июне, которые сейчас должны привиться, ревакцинироваться, их более 41 тысяч населения, которые не получили, привились, но не получили еще повторную ревакцинацию. Появилась ли какая-то вакцина для детей? Да, да. Значит, появилась у нас, должна поступить прямо на днях, мы ждем вакцинацию для подростков от 12 до 17 лет. Это будет вакцина ГАММА, спутник COVID-M. Будем прививать в детской также поликлинике, в стационарных всех пунктах вакцинации. И планируем делать выездные бригады в образовательные учреждения, потому что это дети-подростки, которые учатся в школе. Конечно, будет собираться информированное согласие от родителей, или законных представителей, для проведения вакцинации у данной категории подростков. Елена Валентиновна, спасибо большое за информацию. Я напоминаю, что у нас в студии была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по поликлинической сети Елена Зинатулина. Продолжение следует...